Коллеги, здравствуйте. Давайте начнем после матча в выпуск конференцию главного тренера «Алганской зрители» Юрия Николаевича Леонидуба. Юрий Николаевич, хотим услышать от Вас Ваше мнение о выборе шахтером, потом, безусловно, зададим вопросы. Пожалуйста. Я думаю, я очень рад и счастливый человек, что если, пусть это шахтером мы играли, но пришло столько зрителей, душу радует и реет, что дай Бог, чтобы так были хотя бы на все наши игры. Я Вас очень об этом прошу. Если есть возможность, то идите, прогулейте, постараемся не разочаровать Вас. Что касается игры, я считаю, в первом тайме мы полностью доминировали. Как ни странно, играя шахтером, выбили мяч прекрасный. Были еще моменты. Пропустили, да. 1-1, первый тайм. Я думаю, ту игру, которую показали наши, мои ребята, я очень рад. Во втором тайме понятно, немножко силенки покинули где-то. Пришлось сделать вынужденную замену Гославе Чечера, чем возможно воспользовался соперник. Где-то Андрей не успел еще войти нормальную игру в Ильянске. Пропустили эту нелепую игру. Я думаю, лучшая заслуга для тренерского штаба и для всех ребят, это то, что если раньше, я помню, когда команде шахтера внутрь Лучевского, он жаловался, что все команды строят автобусы, все команды затягивают лень, не дают шахтеру играть. Я сегодня, лично я увидел, что команда шахтер конкретную, наглую, не боюсь этого слова, затягивала в конце игру. Он спевала в темп. Непонятно мне вот это прощание Ракицкого. Так себя не ведут. Непонятно поведение помощника в фонсеке. Мои помощники, как положено, сидят на скамейке и никогда не устраивают ни в какие разговоры. Тем более я ничем не оскорблял фонсеку. Я просто просил быстрее выйти от Ракицкого и чтобы игра возобновилась. На что этот его помощник начал мне что-то рассказывать, хорошо, что я не понимаю по-товальски. Что бы по праву и правильнее сделал судья, что уголил его. Потому что это не входит в обязанности помощника главного тренера, спорит с главным тренером соперницей. Поэтому я еще раз скажу, что игра понравилась. Я думаю, большая заслуга у этого моих ребят. И еще раз повторюсь, если уже шахтер затягивает время, то начнем на правильный путь. Надеюсь, что ребята так понимают. Нас ждет еще очень сложный 9 туров, на которые мы будем готовиться и постараемся сделать все для того, чтобы двигаться дальше. Большое спасибо за комментарий. Коллеги, есть ли у вас вопросы? Юрий Николаевич, я спрошу, перед патчем с шахтером. Управим вас на интервью. Вы сказали, готовите сюрприз горнякам. Как видим, практически он удался. Что все-таки не хватило и не было ли опасений, что все-таки может что-то пойти не так? Я думаю, что все происходило очень прекрасно. Мы чуть-чуть перестроились на схему против защитников. Тем самым насытили центр поля. Наши, можно их так называть, латерами. Страйни, Сухоцкий, Атанасенко играли намного выше, помогая латать. Мы очень побоялись, потому что я понимал, что нужно насыщать центр поля. И с такой командой, как шахтер, нельзя прижиматься к воротам и играть на отборе. То, что у нас и получилось. А наоборот, как можно ближе играть, делать высокий прессинг, что у нас неплохо получалось. И не дать им шансов разводить этот ворот, как они это любят. Потому что в большей степени Андрей Катин постоянно мяч подбивал на бланк. С чем мы тоже очень хорошо справились. Поэтому, я думаю, будем двигаться дальше. Будем думать, где-то немножко усовершенствовать еще. Потому что нужно время, мы всего лишь 10 дней работали. Я думаю, чем больше времени будет проходить, тем лучше мы вернем. Нам будет уже немного легче перестраиваться, как на схему 4, 2, 3, 1. Точно так же на 3, 5, 2. Точно так же, возможно, появится и 3, 4, 3. Будем двигаться, нужно двигаться вперед. Футбол подбивается. Есть достаточно литературы. Достаточно того, что нужно ездить, учиться у более ведущих, сильных тренеров. К чему я, в принципе, истремлюсь вместе со своими ребятами. Коллеги, есть у нас что спросить, Юрий Николаевич? Тогда большое спасибо. Юрий Николаевич, извините, о оставшихся матчах вы будете замахиваться в втором месте? Ну, уже 9 очков, хотя шансы есть, но у нас 2 игры еще с Киевом. У Киева тоже 2 игры с Шахтером. Поэтому все в наших руках. Я думаю, самое важное, чтобы психология у ребят, я думаю, она у них наоборот должна сейчас быть на высоте. После такой игры, да, мы потеряли очки опять с Шахтером, 3 очка потеряли. Но я думаю, этот толчок должен произойти моим ребятам, которые даст им возможность в следующих играх выходить более раскрепощенными и играть. Тот футбол, от которого они получают удовольствие. Я надеюсь, они сегодня получили удовольствие. И не только они, а также зрители. Все, спасибо.